Дальше, значит, торгуют у дороги. Если кто видел мой фильм, который снят был несколько дней назад, там я разговариваю с несколькими женщинами и мужчинами, это наша старая гвардия, это те, кто создал Советский Союз, кто выросил СССР, кто переделал климат, кто потратил здесь жизнь, здоровье, и кто сейчас приторговывает к своей несчастной пенсии вот этими самыми фруктами. Ну, я же не мог проехать мимо. И тут разговоры ля-ля-ля-ля-ля-ля. С косточки выросил. Кто видел фильм, поймет. Люди не обманывают, так обманывать нельзя. Это лучше, мой фильм лучше всякого детектора уже. Это из косточки. Ладно, дальше еще интереснее. Вот эти девочки. Вот, какие они замечательные. Боже мой, это они меня пытались с собой обсучить. Вот. Ну, посмотрите фильм. Вот, я потом уехал, у меня глаза были, ну, не плакал, но, я бы, как бы сказать, глаза были на мокром месте. Это удивительнейшие люди. Но это надо кино увидеть. Так невозможно сыграть. Ни в одном фильме. Какие люди, какие люди. Ой. Вот они, последние, настоящие. Вот. Я когда упомянул, сказал Сергей Николай Георгиевич, уходим и уходим. Зависим поколением уже таким не будет. Это признают и они, и все. Но мы не должны о грустном. Хотите, а не о грустном. Смотрите. Стоит ведро. Мелба. Одно из лучших в мире сортов. Так. Родом из Канады. Правильное название Red Melba в переводе на русский. Красная Melba. Так. Вот тут. Мы же про учебу. Вы что думаете? Я только умею это. Философствовать. Смотрите. Кино видели? Я с таким нахмурил пройду говорю. Обрезали дерево? Женщина почти испугана. Нет, нет, нет. Нет, еще надо было. Вы понимаете? Вот скажи им обрезать. И обрезали бы. И не было бы этих яблок. Когда началась эпидемия. Дикая, жуткая. Которая унесла из жизни сотни тысяч. А скорее всего. Ну участка у нас была сотни тысяч. Деревья значит. Может быть один миллион. Может три. Может быть 800 тысяч. Никто не мерил. Но они практически все погибли. Погибло процентов 90. Вот. Они так и стояли целый год. Пока их выпиливали. Не сразу. Все ждали. Чудо надеялись. Так они стояли мертвые. В любом возрасте. Но. Я же. У меня же глад особый. Первые погибли обрезанные. Погибали те, которые сильно изувечены морозом. Сами понимаете. На своем их искусственная обрезка. Плюс естественная. Знаешь, что такое суховедка? Это естественная обрезка. Вот. Получается так, что дерево избавилось от лишних веток, чтобы выкормить оставшись. И когда пришла беда, все искали все деревья, сразу погибли. Вот. Ну а так как мы же не можем остановиться. Кто знает про беззараживание инструмента? Я назвал эту болезнь бактериальный рак. Не черный рак. Безобиднейшее существо, за что меня тоже вот так делают. Когда Железово говорит, что черный рак без обидца. Переделать. Так получилось, ребята. Первый на всей планете догадался, что черный рак, так же, как все эти. Манилия, так же, как все эти. Паша и прочие грибы. Все это безобидное существо. Догадаться до этого невозможно. Я вот когда засыпаю, я то не знаю, когда просыпаюсь, знаю. У меня такое писание, там есть Вселенская библиотека, все там. Ну как получилось, что ни один академик, профессор, президент Академии наук, никто не знает об этом. И все болезни, болезни. А вот когда пришла настоящая болезнь, за несколько лет было уничтожено все поголовье. Яблонь, именно яблонь. И никто, это называется, ни уха не рыло. И никто не выгнал этих самых варягов, которые привезут еще ни одну болезнь к нам. Где-то деревья пережили эту болезнь. Так же, как какой-нибудь, допустим, знаете, страшный мир во время вируса. На своей исторической родине поболели и забыли. А приедет человек в Россию или куда-нибудь там. Или тысячи друпов. Ну так всегда было. Почему? Потому что какие бы ни были крепкие наши те же яблони, да, на мороз, на все. Ну незнакомые болезни, они беззащитные. Безобидный грипп убивает людей, знаете как. Старушка перенесла болезнь, а молодой вот такой, с такой мордой, молодец, который ничем не болел. От простого гриппа убирает. Так и здесь случилось. Причинных болезней не разобрались. Наших людей нет. Вы поняли, что я все про то же, потому. Наших людей на федеральных каналах нет. Там очень здорово учатся убивать деревья. А особо не стараться не надо. Главное искалить, что дальше к самому. И вот когда я спросил этих девушек. Так нахмурил брови. А что надо было обрезать? Оказалось не обрезали. Вот поэтому у них были яблоки. Не только эти, миллы. Просто сильно хорош фотографии. Я забыл сделать кучу фотографий. Я снял фильм. И пока снимал, просто забыл. Уехал довольный. Вот эти кино. Так, сейчас. Час почти прошел. Я пошел наливать себе чаю. Вот. И мы продолжим эту тему. Если вам понравится то, что я рассказываю. Потому что я рассказываю как будто... Вы знаете, почему у меня называется книга «Записки зачарованного садовода»? Просто нет лекции. А книга среди тех, кто читал, это дикая восторг. А те, кто не читал, они просто не знали, что наше существует. Сейчас я чаю себе подарю. Делаю двух минут и пиры. Отдохните от меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!